И на фоне этого сразу же стоит обсудить и новость про депортированного из Польши, бывшего сотрудника ФСБ, уроженца Дагестана, Эмрана Наврузбекова. Вообще очень много противоречивых комментариев вызвала эта тема с его депортацией в Россию. Субтитры создавал DimaTorzok на рассмотрение его дела в убежище. А эти деньги, вот эти 20 тысяч долларов, как бы пойдут на рассмотрение этого кейса. Это пока еще не вступивший в силу закон, так как это только договорились эти министры, и теперь этот проект, он пойдет в европейский парламент, и европейские парламентарии должны будут его одобрить. После этого он уже там пойдет дальше, видимо, комиссию. Но в целом это очень хороший знак, то есть направление задано. Что это меняет? В странах Европейского Союза и еще нескольких странах, которые не уходят в Европейский Союз, но являются частью Шенгена, в этих странах действует Дублинское соглашение, которое гласит, любая страна, куда ты первый раз приехал, либо ты получил визу, если на эту страну, эта страна должна рассматривать твой запрос в убежище. Не важно даже, если ты его там не запросил. То есть приведем пример. Знаменитый маршрут наших, допустим, чеченцев. Как они едут? Ехали в Беларусь, потом оттуда, значит, на Польшу, Брест. Брест, я забыл, как называется, населенный пункт на стороне Польши. И, значит, сдаются на границе прям. Там, как правило, делались очень много попыток. Кого-то, значит, запускают там с 50-80 попытки. Все, ты попал в Польшу. Ты как бы запросил там убежище в этой стране. Ты прям на границе, на ГПП ее запросил. И дальше многие ехали в Германию, в Австрию, в Швецию, Данию и так далее. И вот на этих людей распространялось вот это вот Дублинское соглашение. И поэтому Дублину их обязаны вернуть обратно в Польшу. И, например, я сам тоже был в такой же ситуации, так как первая страна, куда я прибыл, была Польша. Я там запросил убежище. Затем мне отказали. Я был под угрозой депортации. И я покинул Польшу, приехал в Швецию. И вот я оказался ровно в таком же положении. И первое решение, которое было вынесено в Швеции, это вернуть меня по соглашению Дублинскому обратно в Польшу. И я избежал этого возвращения, так как вообще на момент, когда на меня было совершено нападение в 2020 году, я уже был под депортом. То есть, у меня уже решение о депортации вступило в силу, и меня должны были отправить в Польшу. И на тот момент я скрывался на самом деле. То есть, если бы я явился в миграционное агентство, меня бы, скорее всего, задержали и отправили в Польшу. И вот, будучи в таком положении, на меня было совершено покушение, и прокуратура тогда заключила со мной сделку, так как я нужен был им в качестве потерпевшего. И если я согласен выступать в суде в качестве потерпевшего, помогать следствию, то они, значит, запрашивают на миграционные службы вид на жительство на полгода. И вот я, естественно, согласился, прокуратура вышла соответственно на миграционную службу, миграционка дала вид на жительство на полгода. И вот этот вид на жительство снял с меня вот этот вот Дублин. То есть, есть какие-то нюансы, когда Дублин с тебя могут снять. Но это, как правило, очень такая тяжелая процедура. Есть еще там некоторые нюансы, ну, в общем, каждый может по данному поводу проконсультироваться с правозащитниками, с юристами, кто работает в этом направлении, но в целом все, кто попадают под эту тему, знают, что это очень такая тяжелая ситуация, не так просто уйти из-под Дублина. Также это работает в отношении людей, которые, например, приехали, скажем, по визе итальянской, приехали в Италию, потом из Италии поехали, например, в Германию, или они даже не ехали вообще, не ездили в Италию, сразу поехали в Германию. В отношении этих людей тоже действует Дублин, потому что у них виза итальянская, им скажут, чувак, езжай в Италию, и там запрашивай убежище. То есть, неважно даже, что ты не запросил этого убежища, так как в Дублинском соглашении предположено, что та страна, которая выдала тебе визу, если эта страна, даже если в этой стране не запросила убежища, ты обязан, то есть, именно эта страна обязана тебя рассматривать. Плюс это действует также и в отношении, допустим, людей, которые, скажем, нелегально, давайте представим, что вы нелегально как-то попали на территорию ЕС, там, Шенгенской зоны, например, предположим, что вы незаконно пересекли границу, там, Белоруссия с Польшей, не через КПП, а там, по лесам как-то, по рекам, вы ее пересекли, и Польша вас не обнаружили, вы в этой стране даже не запрашивали убежище, к примеру. Но если, и вы, допустим, попали в Германию, и если Германия может доказать, что вы через Польшу приехали, в этом случае у вас тоже на вас будут действовать польские дубли, то есть, вас по Дублинскому соглашению попытаются всеми возможными способами отправить в Польшу. То есть, это Дублинское соглашение, это такой механизм, с помощью которого любая страна пытается от тебя избавиться, то есть, отдать тебя в ту страну, где ты, куда ты, первую страну, куда ты попал, либо та страна, которую ты получил визу, то есть, от тебя пытается таким образом избавиться. И вот сейчас, вот это новое соглашение тех министров юстиции и министров внутренних дел, это такой вот шаг, когда официально можно будет, то есть, страна Дублинского соглашения, если она не хочет рассматривать твое дело, они могут от тебя либо откупиться, передать тебя другой стране. Но не стоит, конечно, надеяться, что та страна, которая по Дублинскому соглашению обязана тебя рассматривать, что они будут таки рады заплатить за тебя 20 тысяч, там куда-то тебя отправить, как правило, конечно, нет. Но это больше будет работать на пользу тем людям, которые попадают через Италию, через, короче, через те страны, которые в основном по морю, куда вот прибывает, очень много беженцев, то есть, огромный поток, и им, конечно, выгоднее лучше заплатить 20 тысяч и отправить, чем этих людей содержать, там их рассматривать дела, эти обжалования. Это тоже, как бы, деньги. Поэтому для них это будет выгодно. Ну и считайте, что есть некий механизм, который дополнительно проявляется у беженцев для того, чтобы как-то бороться с этим Дублинским соглашением. Еще Дублинское соглашение может быть, может не распространяться на тебя, если у тебя есть ближайшие родственники в какой-то стране. В этом случае, наоборот, Дублин будет работать в пользу той страны, ну, в пользу, в кавычках, не знаю, пользу это или не в пользу. Ну, короче, тебя, например, ты прибыл в Польшу, а у тебя, например, жена там и дети, или ты ребенок, допустим, несовершеннолетний, ты приехал с отцом, а жена там официально в браке, с которой у тебя есть брак, она, например, находится в Австрии. Или, наоборот, жена с ребенком прибывает, а у нее муж, с которым есть брак, находится в, скажем, Финляндии. То есть, в этой ситуации близость вот этого родства, она, наоборот, делает Дублин тебе, как бы, на эту страну. То есть, тебя могут передать в эту страну, и в этом случае тебя не будут пытаться обратно вернуть. В общем, там еще есть всякие нюансы, я ничего-то даже могу, в принципе, и не знать, уже, может быть, какие-то вещи поменялись. Вот, но в целом, вот теперь есть еще такая вот новая, возможно, точнее, появится, пока еще закон не принят, появится еще новая такая норма, где от людей будут официально откупаться. И в этом же сообщении было указано, что страны, которые больше всего не хотят принимать беженцев, это четыре страны Европейского Союза, Польша, Австрия, Венгрия и Дания. Тоже полезная информация, так как часто очень многие спрашивают, какие страны лучше там поехать, какие лучше не ехать. Для беженцев, те, которые хотят, допустим, уйти от мобилизации, от преследования незаконного неправового на территории России, очень часто поступают такие вопросы. И вот сам Европейский Союз, Евроньюз, можно сказать, это новость была, я ее увидел на Евроньюз, они сделали вот такой топ из четырех стран, в которых мало шансов на то, что вас примут. Можно уже смело говорить, что в эти страны ехать не рекомендую. Ну, в Венгрию и так никто, в принципе, не едет, там все понятно. А вот Австрия и Дания, допустим, популярные направления миграции. Польша, она популярна была не потому, что люди стремились туда попасть или там принимали, а потому, что она просто находится, ограничивается Белоруссией. И это был такой маршрут, такой коридор, по которому все приезжали, как правило. Но в целом в Польше, конечно, мало кто стремился. А вот Австрия и Дания, ну, туда частенько люди пытаются попасть. Вот информация для таких людей, что туда ехать не стоит, наверное, если у вас нет там каких-то родственников ближайших. Опять-таки, имейте в виду, что понятие близкий родственник у нас, у чеченцев или кавказцев, и в законодательстве Европейского Союза это совершенно разные понятия. Для нас близкий родственник – это племянник, двоюродный, троюродный брат, тетя, дядя – это близкие родственники. В миграционном законодательстве близкий родственник – это только родители, дети, жена, муж. Если несовершеннолетний, допустим, ребенок, то в этом случае будут рассматриваться какие-то там братья, может быть, какие-то такие родственники. Но если вы совершеннолетний, и вы там два брата или брат с сестрой, или вы сын там, допустим, с родителями, это уже не считается, что вы там какие-то... То есть не будет работать в отношении совершеннолетнего человека дублин в отношении какой-то страны из-за того, что там живут его родители, допустим. Нет, ты совершеннолетний, ты уже рассматриваешься как отдельная личность. Но это, смотрите, опять-таки, здесь каких-то нюансов я, может быть, ошибусь. Все эти моменты нужно уточнять с правозащитниками, с адвокатами. И на фоне этого сразу же стоит обсудить и новость про депортированного из Польши бывшего сотрудника ФСБ, уроженца Дагестана, Эмрана Наврузбекова. Вообще, очень много противоречивых комментариев вызвала эта тема с его депортацией в Россию, так как Наврузбеков давал интервью Осечкину, рассказывал там все эти нюансы. В общем, Осечкин выступил с заявлением, что он сам, так сказать, виноват в том, что с ним произошло, в общем, нечестно какую-то информацию давал, плюс он там шпионил за работниками, где-то там сопротивление оказал и так далее. И, в общем, конечно же, в такой ситуации всегда бывает очень много тех, кто за и против, то есть тех людей, которые оправдывают такую депортацию этого человека. Раз он сам, мол, не соблюдал осторожность, не был честен и так далее, то правильно сделали, что его отправили. С другой стороны, выступают люди, гуманисты, назовем их так, которые говорят, что ни в коем случае нельзя было его депортировать и так далее. В общем, я здесь свою точку зрения, в принципе, я высказал в посте, в своем телеграме. Просто немножко развернуто объясню, что я по этому поводу думаю. Подобные кейсы, там всегда существует, знаете, вот эта вот дилемма, когда вроде бы очень мутный тип, очень мутный, а этот Наврузбеков мутный, здесь нельзя с этим поспорить. Во-первых, человек, который здесь работал не просто в каких-то там структурах, а в Федеральной службе безопасности, это вообще отдельная какая-то касса. Понятно, что работник МВД, допустим, и работник ФСБ, работник ФСБ всегда будет рассматриваться отдельно, это работник спецслужб. Плюс, возможно, он реально какие-то муткие, какие-то темные вещи мутил, неоднозначные, все возможно. Но из чего исхожу я? Я исхожу из того, что на первом месте это всегда закон. Если что-то подписало государство и обязалось это выполнять, то никакие отмазки не принимаются. Хоть и близ вот Люцифер приедет в страну, запросит убежище, зная, что он Люцифер, если по правилам в отношении него действуют какие-то гарантии, эти гарантии страна должна, обязана соблюдать. И с этого никто меня ни на сантиметр не сдвинет. Если страна не хочет чего-то исполнять, пусть будет любезно отказаться от этого, выйдет из этой конвенции, либо войдет в эту конвенцию с оговорками какими-то там. Но если она взяла на себя эти обязательства, то ничего вообще не принимается, никакие опасности для государства, никакие отмазки не принимаются. И вот это была та ситуация, когда человек был еще в процессе, во-первых, по крайней мере, как говорит его адвокат, рассмотрение его запроса убежище. И плюс в отношении него была подана вот эта срочная жалоба в ЕСПЧ. А это такой механизм, который дает тебе защиту на любые действия по выдворению, пока ЕСПЧ не рассмотрит твое опрошение и не вынесет какое-то решение по этому поводу. То есть человек, в отношении него сразу же должна работать гарантия. Как только вот это заявление подано, все, страна говорит, окей, мы ждем вашего решения. Такое правило. Если страна сама эти правила приняла, то она должна их соблюдать. И вот здесь вот вопреки этим правилам человек был выдворен. Ну и плюс, смотрите, есть очень много подозрений в отношении него. Да, тип какой-то очень мутный. Возможно, он реально представляет опасность для государства. Возможно, он работает на ФСБ, сливает им какие-то данные. Все, это ведь возможно. Да, вполне возможно. Но вот на одной стороне мы положили на чашу весов вот это вот. На вторую чашу весов надо положить, что с ним будет, если все это, вот эти вот подозрения, окажутся неточными, неверными. То есть окажется, что он не был никаким ФСБшником, не работал ни на ФСБ, но я имею в виду не в прошлом, а сейчас. Окажется, что выдворив его в Россию, отдав его туда, то им отдают человека, который работал против России, давал показания против России. Представьте, что с ним там будет. То есть вот на этой чаще весов у нас лежит его возможная невиновность, в том, в чем его подозревают здесь, и расправа над ним в России. И вот когда ты кладешь вот эти вот два фактора на весы, то перевешивает по-любому опасность России. Я имею в виду, смотря в какую сторону мы размышляем. То есть если мы говорим, что для нас более ценнее его жизнь, если он окажется невиновным, то вот это для нас должно перевесить. И в этой ситуации есть очень много механизмов контроля над людьми, которых подозревают, которых читают опасными в разных странах. Таких людей заставляют, например, ежедневно отмечаться там или несколько раз в неделю, в зависимости от того, насколько я считаю опасными. Этих людей в крайнем случае на них можно надеть какие-то браслеты, чтобы их отслеживать. Да в конце-то концов посадить его на охраняемую какую-то территорию. Но вот этот вопрос выдворения этого человека, он должен быть самым таким крайним. То есть это такая крайняя мера, когда уже нет никаких сомнений, допустим, в том, что он российский агент. Тогда да, его нужно выдворить. Но когда есть вот эта вот какая-то доля сомнений, а здесь сомнения очень серьезные. Во-первых, потому что все-таки это Польша, а Польша, я сам жертва польских спецслужб, потому что они меня тоже объявили опасным, обвинили меня в том, что, точнее не обвинили, а высказали подозрение, что у меня могут быть связи с террористическими или экстремистскими организациями. И рекомендовали миграционной службе Польши мне отказать предоставление убежища. Затем я был внесен польскими спецслужбами в Сенгенскую базу данных, СИС-2, многие, они наверняка слышали, как лицо опасное. И когда уже в Швеции это все было опровергнуто, и Швеция мне предоставила убежище, Польша вынуждена была вот этот вот свой запрос в СИС убрать, но они в своей национальной базе меня оставили. То есть Польша по-прежнему считает меня опасным, и въезд на территорию Польши мне запрещен. То есть, понимаете, исходя из этого, у меня есть очень серьезные основания сомневаться в любом решении польских спецслужб, где они кого-то считают опасным, когда они кого-то в чем-то подозревают. Для меня это уже сомнительно, потому что я понимаю, как они работают, я понимаю, что в отношении меня они просто по беспределу вынесли это решение, поэтому я с сомнениями смотрю на их заключение во ввода на Урусбекова, хотя согласен с тем, что человек очень темный, темная лошадка. В общем, как бы там ни было, сейчас этот человек уже находится в руках у России, о его судьбе ничего не известно, и не дай бог, если польские спецслужбы ошиблись, и этот человек не был никаким агентом российских спецслужб, то представляете, что с ним сейчас там будет происходить, как над ним будут издеваться. Ну и вообще вопрос депортации, его нельзя, вот мое размышление, нельзя распространить вообще на все страны, так как все-таки отличается, допустим, Россия от какого-нибудь, условно, от Косово какого-нибудь, допустим, откуда тоже бывают беженцы. То есть страна, которая известна своим террором в отношении любого инакомыслия, любых заключенных, своим преследованием по национальному признаку, религиозному признаку, и страна, которая, в принципе, не стала знаменитой по этим статьям, это, конечно, большая разница. И поэтому власти этих государств должны по-разному подходить к беженцам, скажем, из России и из каких-нибудь там других стран. Я имею в виду, что в отношении беженцев из России, то есть вопросы выдачи в Россию, они должны быть вообще на особом контроле, и вот этот вот вопрос выдачи в Россию должен быть вообще крайним, самым крайним. Тем более, когда идет война, когда Россия напала на Украину, когда явное противостояние Европы и Запада в целом с Россией, в это время выдавать туда людей, это вообще выглядит очень странно. Поэтому я посмотрел все вот эти вот за и против по поводу Новорузбекова, но остался на своем мнении, что все-таки этого человека выдавать нельзя было. Его нужно было, держа этого человека на контроле, пусть отмечался бы каждый день в полиции, например, или одели бы у него этот браслет. В общем, у спецслужб немало механизмов контроля над людьми. Очень немало. Особенно сейчас вот со всеми новыми технологиями это вообще несложно. Поэтому контролировать этого человека, хотя бы дождаться решения ЕСПЧ, и может быть действительно ЕСПЧ разрешило бы его депортацию, например. Может быть в процессе выявились бы какие-то еще там нюансы. А сейчас, видите, уже все, человек отправлен в Россию, и теперь остается только гадать. И вот эти вот сомнения в этом, они теперь всегда будут. И, к сожалению, сам по себе этот кейс, он выгоден только России, и он негативно скажется на настроении тех людей, работников российских силовых структур, которые, возможно, хотели бы покинуть Россию, выскочить из этой системы, не хотели бы быть частью преступной группировки, не хотели бы совершать преступления, понимаете? Те, кто находятся в каких-то сомнениях, те, кто вынашивают какие-то мысли, идеи о том, чтобы убежать, они видят кейс Ясина Халидова, например, который пытался выскочить, убежал из Чечни, связался с, как ему казалось, правозащитниками, с Янгулбаевыми. Те из него вытащили нужную ему информацию, и все, и слили его, предали этого человека. И вот представьте, потенциальный какой-то работник российской силовой структуры, который хочет соскочить, он видит этот кейс и думает, а, там и доверия-то особо никому нет. Потом смотрит второй вот этот кейс на Врусбеков, который выскочил, дал интервью, что-то там пытался работать вроде бы как, да, ну, по крайней мере, общая аура, да, такова. И они видят, что этого человека без соблюдения собственных же правил, которые обязалась выполнять Польша, его взяли просто тупо и отдали российским силовикам. И вот этот человек видит этот случай, видит тот случай и думает, да нет, нету, походу, шансов. Я поеду, пересеку там границу и со мной сделают то же самое. Посчитают меня там каким-нибудь опасным и выйдут в Россию. И вот такие люди, то есть это препятствует тому, чтобы эти люди выскакивали из этой системы. Это плохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова